Ко дню признания независимости нашей республики в Международном информационном агентстве «Спутник Южная Осетия» состоялся круглый стол на тему «15 лет признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерации. Война 08-0808. Специальная военная операция. Аналоги метода. Медиавойн». Хочу всех поздравить с этим днем. Это праздник не только Южной Осетии, но и России. Когда Россия действительно встала с колен и показала свой характер, показала, что она не допустит безнаказанного убийства своих граждан. 90 с небольшим процентов граждан Южной Осетии, они являются также гражданами Российской Федерации. Поэтому всех поздравляю с этим великим праздником. Это праздник не только политический, правильно было сказано, но и геополитический. Заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил мужество и самоотверженность российских журналистов во время августовских военных событий. «К счастью, наша замечательная компания в Северной Осетии, Алания, предлагает ее Тимур Пусов, очень активно сотрудничает с коллегами в Южной Осетии. И примером того, является замечательный фильм, который подготовили к сегодняшней праздничной дате. Сегодня будет презентация этого фильма, посмотрите. На самом деле, человек непосторонний, Тимур большой молодец. В 2008 году он был непосредственно участником этих событий, и тогда еще, будучи молодым корреспондентом, все это очень подробно освещал не только для СМИ Северной Осетии, а вообще для всех федеральных СМИ. И тогда большая группа корреспондентов наших работала здесь. Мы рассказывали всю правду о том, что здесь происходило». Директор ГТРК Алания Тимур Кусов вспомнил имена журналистов-первопроходцев, которые прорывали информационную блокаду в 90-х, когда против Южной Осетии, Грузии и коллективный Запад развернули информационную войну. «Я, конечно, очень горжусь тем, что моим учителем в профессии была и остается Ирина Алексеевна Тоболова, которая, как вы все знаете, еще в начале 90-х прорывала здесь информационную блокаду. Мне повезло работать с ней многие годы. И мы видели, как Тоболова, Олег Доев, Ирина Букаева, многие другие коллеги из Северной Осетии помогали прорывать эту информационную блокаду в самые сложные годы. И в августе 8-го российская журналистика сделала, конечно, совершила подвиг такой профессиональный». Глава Комитета информации и печати Мария Кутаева отметила необходимость модернизации способов распространения информации. Нашим СМИ нужно переформатироваться под современные способы подачи информации. Для этого еще предстоит проделать большую работу, подчеркнула Мария Кутаева. «И, наверное, все-таки нам, нашим журналистам, нашим редакциям нужно переформатироваться под современные стандарты подачи и восприятия информации. Вот этого нам не хватает катастрофично. Хотя вроде вот за последние полгода у всех наших печатных газет появились и телеграм-каналы. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, идет вот аудитория-то одна, и география этой аудитории, она небольшая, поэтому здесь о каких-то больших крупных телеграм-каналах приходится. Но, тем не менее, воздействие на сознание людей идет сегодня через социальные сети. И что бы я хотела отметить, наверное, имиджевый образ Южной Осетии можно изменить только через информационную политику. То есть я вот в качестве примера приведу Северную Осетию. Да, я считаю, что последние там ковидные два года и начало СФО дали хороший импульс развития туризма в Северной Осетии. И здесь очень большую роль сыграли социальные сети и блогеры, которые подавали вот этот красочный контент, выгодный по Северной Осетии. И это очень быстро и красиво распространяется. Несмотря на то, что время было ограничено из-за плотного графика праздничных мероприятий, разговор получился интересным и плодотворным, отметили участники круглого стола. Оксана Джоева, Аида Кочиева, ГТРК ИР, информационный выпуск, сегодня.